Факт про копибар номер 51. Если копибара недовольна чем-то, то она издает звуки, похожие на тявканье, но гораздо тише, чем у собак. Факт про копибар номер 52. При помощи тявканье эти животные предупреждают остальных членов группы об опасности. Факт про копибар номер 53. Каждая копибара родилась в день своего рождения. Факт про копибар номер 54. Когда копибара кормят детенышей молоком, то она сжимает ноздри так, что начинает издавать звуки, похожие на кошачье мурлыканье. Факт про копибар номер 55. Самое первое документальное упоминание о копибаре было найдено в дневниках Христофора Колумба и датируется 1500 годом. Факт про копибар номер 56. В момент рывка или опасности может разогнаться до 45-50 километров в час. Факт про копибар номер 57. Копибары могут размножаться круглый год, хотя спаривание обычно происходит в начале дождливого сезона. Факт про копибар номер 58. Большинство родов приходится на сентябрь-ноябрь и происходит на земле, а не в укрытиях. Факт про копибар номер 59. Детеныши рождаются с шерстью, открытыми глазами и прорезавшимися зубами. Новорожденные весят около 1,5 килограмма. Факт про копибар номер 60. Вскоре после рождения детеныши уже могут следовать за матерью и питаться травой.